МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 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 Юмор вновь заявился, не запылился, и Аки Борзый конь топает копытом, дабы поскакать перед вами во всей красе, граждане хорошие телезрители. Сначала шагом, шагом, пожалуйста, потом быстрее рысью, ну и, конечно же, самое быстрое, галоп, галоп! И клик! Тю-тю-тю! КРИК Вот такие аллюры у нас. Но хорошо бы при этом понимать, что рассказывая что-то смешное, рассказчику, сидящему на этом коне, самому ржать не рекомендуется! АПЛОДИСМЕНТЫ Однако продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему я нередко говорю об особой необходимости юмора в нашей современной жизни? А потому что в это время жизнь у нас весьма непростая, и юмор, особенно в такие минуты, должен трудиться, не покладая мозгов. АПЛОДИСМЕНТЫ Один психолог мне рекомендовал научитесь относиться к проблеме, как к мыльному пузырю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так нервничают, так стрессуют, будто их железные нервы проржавели. АПЛОДИСМЕНТЫ Один народный целитель советовал, что ромашковый чай очень хорошо успокаивает нервы. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно ромашковый чай с запахом коньяка и вкусом коньяка. Ну, в конце концов, можно и без чая. АПЛОДИСМЕНТЫ Объявление. Профессионально играй на нервах. АПЛОДИСМЕНТЫ Концерты бесплатные. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас столько психов развелось. Ужас просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Такие нервные. Ужас просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего мы нервничаем? Чего мы психуем? Вот недавно еду в лифте. Одна дама мне говорит, в лифте не курят. Я говорю, а я вам и не предлагаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Она говорит, вы курите, а я ваш дым вдыхаю. Я говорю, я об этом не подумал. Надо будет с вас 5 рублей взять. АПЛОДИСМЕНТЫ Психи ненормальные. А не психи. Жене говорю, я ухожу. Оглянулся, она уже мои вещи собрала. АПЛОДИСМЕНТЫ Я на работу собрал, дура. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера будит меня в 3 часа ночью. Дорогой, у меня голова прошла. АПЛОДИСМЕНТЫ С тебя супружеский долг. АПЛОДИСМЕНТЫ Я встал, с собакой погулял. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё драться-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Дура неумная. АПЛОДИСМЕНТЫ Откуда я знал, что надо было мусор вынести? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шизичка с левой резьбой. АПЛОДИСМЕНТЫ Может, на работе оставил. Зашёл к соседке, жену с работы подождать. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё орать-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Я ж по-честному в дверях записку оставил. Я у соседки. Обнимаю, целую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дура неумная. АПЛОДИСМЕНТЫ Она меня за это к психиатру отвела. АПЛОДИСМЕНТЫ Психиатр говорит, закройте глаз. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ему и закрыл. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо закрыл. У него глаз до сих пор не открывается. АПЛОДИСМЕНТЫ Он меня хорошую вещь научил. Когда, говорит, нервничаешь, посчитай от десяти до одного. В обратном направлении, в этом суть. Сосредоточишься и успокоишься. Летел в самолете, значит, вцепился в портфель. В тюардессе спрашивает. Что у вас в портфель такой, что вы в него так вцепились? Я говорю. Покойно. Десять, девять, восемь, семь. АПЛОДИСМЕНТЫ Всех посовет. Эвакуировать. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня в полицию. Психи самолетной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот из-за гриппа было дело. Многие в масках ходить стали. У нас в учреждении все в масках ходили. Тебе, говорит, тоже надо. Пришел в аптеку. Говорят, нет, масок кончились. Тебе и так сойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, зарплату с книжки снять. АПЛОДИСМЕНТЫ Кассирша меня увидел, закричал. Каковы ваши требования? АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, мне все, что есть, если можно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я имел в виду свою зарплату. Она мне принесла два мешка денег. АПЛОДИСМЕНТЫ Я посмотрел, думаю, нифига себе зарплату прибавили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай, потом охрана налетела, по башке надавала. АПЛОДИСМЕНТЫ Шапочку отняли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сук Юрики. АПЛОДИСМЕНТЫ Шизики ненормальные. АПЛОДИСМЕНТЫ Гураки неумные, психовные. Сейчас успокоюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, проехал я на красный свет. Ну, чё орать-то? Если такой выпивший был, что вообще думал, что еду в поезде. АПЛОДИСМЕНТЫ А когда увидел гаишника, попросил постельное бельё. АПЛОДИСМЕНТЫ Тёща отмечал юбилей. АПЛОДИСМЕНТЫ Точнее сказать, не тёща, я вам так скажу. Как сказать, не знаю, но скажу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мать её матери. АПЛОДИСМЕНТЫ По материнской линии, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Пышный юбилей вообще-то. Много цветов, много очень. Ну, кончился юбилей, гости разошлись, жена начала убираться. Все цветы вместе собрала и положила на диван, аккуратно разложила. Она не заметила, что на диване спала мать её матери. АПЛОДИСМЕНТЫ Я пришёл домой, смотрю. АПЛОДИСМЕНТЫ Лежит на диване вся в цветах. АПЛОДИСМЕНТЫ Мать её матери по материнской линии. Ну, думаю, отмучилась мать её матери. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвонил родственникам, сообщил новость. АПЛОДИСМЕНТЫ Через час проснулась мать её матери. АПЛОДИСМЕНТЫ Дура испортила праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честь полез в драку. А мать её матери кричала, «Не трогай его, Серёжа, он нам сто рублей должен». АПЛОДИСМЕНТЫ Я опять позвонил родственникам. АПЛОДИСМЕНТЫ Сообщил, новость не подтвердилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Пьянка отменяется. АПЛОДИСМЕНТЫ Шизофреники, шизофреники. АПЛОДИСМЕНТЫ Дураки неумные. Вон мужик выскочил из парной. Прямо в снег прыгнул. Но я дверь на щекол закрыл, чтоб не дуло. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё орать-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Он целый час дверь барабанил, пока я по телефону разговаривал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему, видите ли, холодно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пришлось его потом спиртом растирать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спиртом всего растерли. Он закурить попросил. АПЛОДИСМЕНТЫ Я зажигалкой циркнул. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соседи такие психанутые, ужас. Кто завел черепашечку, кто хомячочка, кто кошечку, собачку, ящерку. Я, чтоб не мелочиться, сразу завел удава. Или удавиха, не знаю, там не поймешь, кишка есть кишка. Ну вот, назвал ее Галина Петровна. Ну, в честь матери ее, матери ее. Да, потому что тварь ползучая. Однажды удав искал, где что пожрать, заполз в унитаз и уплыл. Мне уже потом рассказывали, как этажом ниже соседка Баба Зина. А шла в туалет. И каково же было ее удивление, когда она увидела огромную штуковину, торчащую из воды. Штуковина начала медленно подниматься. Баба Зина почему-то обрадовалась и ждала, когда появится мужик в селекомне. А штуковина разинула пасть и зашипела. Бабу Зину отвезли в психушку. Теперь соседи без топора в туалет не ходят. А удава не нашли. Они с этим топором за мной и гоняются. Псюхи ненормальные все. У нас на работе тоже все психованные. У шефа был этот юбилей. Все психовали, что подарить, что подарить. Ко мне обратились, между прочим. Да, дали 30 тысяч рублей. Сказали, придумай что-нибудь этакое. Чтобы шеф обалдел на всю жизнь. Я придумал. Заказал ему в офис стриптизершу. Шеф на всю жизнь обалдел, когда увидел, что это его жена. Что орать-то? Что орать? Нервы себя портят. Ну, принес я на день рождения торт. Ну, написал на нем. День рождения жены. Год ее рождения. Сегодняшний год. Между ними тире. Все драться-то. Ненормальные все стали. А не за них нормальные люди должны страдать. Вот что я вам скажу. Ужас просто такой. Кошмар. Редактор субтитров Н. Как известно, эстрадный куплет – это сатирические, юмористические или публицистические стихи на определенную мелодию, в которых каждая эстрофа имеет самостоятельный сюжет. Их связывает, конечно, чаще всего популярная мелодия и повторяющийся рефрен. В 18 веке куплет стал составной частью нового театрального жанра – водевиля. А в начале 19 века куплет занял одно из видных мест в репертуаре театров не только в водевилях, но и в дивертисментах, состоявших из вокальных, хореографических, а потом разговорных и оригинальных номеров. В 20 веке куплет оставался одним из самых популярных жанров и имел огромный успех тоже. Про куплет говорили, что это жанр, обреченный на успех. Причем артисты старались найти свою индивидуальную стилистику, образ, манеру, прием, так сказать, найти свой код разговора со зрителем. К 21 веку куплет постепенно утратил свое главенствующее положение на эстраде. Таким образом, куплету у нас в России около 250 лет. Он проделал огромный яркий путь в исполнении сотен выдающихся артистов. Сейчас про него скажут «Устарел». А я отвечу «Ну, как сказать?» Можно куплет решить современно, остроумно, хлестко. Такое происходит периодически у нас. Сейчас вы услышите куплетный номер великолепно, современно скроенный и мастерски исполненный. Такая работа заслуживает самых восторженных слов в адрес автора текста и исполнителя. Я очень рад, что в историю куплета в наши дни вписалась веха, достойная самых лучших работ куплетного жанра. С мигалкой да повстречной шел Лексус бесконечный. Он думал, что он вечный, но на беду его аналогично мыслит любой хозяин жизни. Мол, если есть мигалка, то Бог простит его. На шумной автостраде поцеловались дяди, все четверо с мигалками и чуть не подрались. А пешеход с авоськой сказал на это глядя, Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. В Квейцарском Альбервилле нефтяники кутили, Забыв, что не в России, и так оторвались. Когда же их в наручниках в СИЗО припроводили, Им комиссар полиции рассказывал за жизнь. А переводчик консульский им перевел на русский. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Стоял он на дороге, со всех шибал налоги. Из-за пустов с радаром сам черт ему не брат. Вдруг закололо что-то, и вот в мгновенье ока Больничная палата и в клеточку халат. Соседи по палате, знакомые все дяди. Чиновник, что из алчности срубил кедровый лес. Нахалы промышлявшие подставами на МКАДе. И неформальный лидер, бывший член КПСС. Шутник, что человеку придумал ипотеку. Сантехник, отключавший тепло по выходным. Хозяин, перекрывший коттеджем выход в реку. И кто-то, не вернувшийся, когда в Москве был дым. Вошел больничный доктор, зашторил плотно окна. Он взглядом Гиппократа взглянул куда-то ввысь. И, доставая клизму, подумал с оптимизмом. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Давайте без испуга смотреть в глаза друг другу. За выгодой в погоне мы слишком увлеклись. Одна седьмая суши, мы все родные души. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нередко юмор в любой форме строится на какой-то борьбе противоположностей. Водитель, пассажир, начальник, подчиненный, водитель и инспектор ГИБДД, продавец, покупатель, муж, жена, управдом, жилец, официант, посетитель, врач, пациент. Вот по поводу последних, вот такой наглядный пример. В городе открылась частная клиника. На здании висела вывеска. Вылечить недуг 5 тысяч рублей. Если не получится, мы вернем вам 10 тысяч. Проходящий мимо мужик увидел это объявление и решил немножечко заработать. Видно, с деньгами у него плохо было. И, значит, он решил. Зашел туда и сказал, я не знаю, что случилось. Я потерял вкус к еде. Для меня сейчас все одинаковое. Просто ничего не ощущаю, что делать. Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку номер 22 с сиропом. Пожалуйста, откройте рот. Ой, так это ж бензин. Поздравляю, вы снова обрели вкус. С вас 5 тысяч. Мужик разозлился. Ну, что делать? Заплатил. Но он не любил проигрывать. Нет. Через несколько дней решил отыграться, пришел в клинику. Здравствуйте, я потерял память. Помогите, пожалуйста. Сестра, принесите, пожалуйста, упаковку 22 с сиропом. Пациент, откройте рот, пожалуйста. Минуточку. Так это ж опять бензин. Поздравляю, вы восстановили память. С вас 5 тысяч рублей. Он опять заплатил. Но решил отыграться. Он сильный человек. Он решил победить. Пришел. Здравствуйте, я потерял зрение. Ничего не вижу. Ну, что делать? Мне очень жаль. Мы тут бессильны. Вот ваши 10 тысяч рублей. Забирайте. Минуточку. Но здесь же только 5. Поздравляю, вы восстановили зрение. С вас 5 тысяч. Поступки наших детей – это зеркало нашего воспитания. Зачем ребенку даются два родителя? Наверное, за тем, что пока мама психует, папа еще в норме. А когда детские закидоны уже и папу накрыли, мама уже отпустила. Видимо, кроме высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение. И как минимум, начальное воспитание. Человек при рождении похож на пустой сосуд. И по мере взросления сосуд этот наполняется. Весь вопрос в том, какое содержимое сосуда будет в конечном результате. Я понимаю, найти ребенка в капусте – это не фокус. Фокус – найти капусту на воспитании ребенка. Ой, утро сегодня, какое погодистое. Сейчас племянник проснется на рыбалку рванем. В школу он всегда успеет. Толку с этих пятерок. Я, вон, круглый отличник был. У меня эти пятерки стояли, лежали, валялись, где не попадет. Пятерка на пятерке. Себе ж ставить рука не отвалится. Батя, помню, у меня юморист был. Что ты, сынок, говорит, со школы одни пятерки таскаешь? Что там, выше, что ли, в школе циферов нету? Эх, я с дуру ума себе в дневник восьмерок понаставил. По три штуки в один квадрат их налепил. Восьмерка на восьмерке. Ну что, интересно, родители меня пальцем тогда не тронули. Отец лопатой и мать ей же. Я, конечно, понимаю, что племяннику образованность, грамотность нужна. Ну, погода сегодня не школьная. Сейчас проснется на рыбалку. Учится племянник хорошо, шикарно учится. Это учителя, дураки. Географичка пристала. Покажи, где Гибралтар. Ну, откуда он знает, куда она его положила? Тут Гибралтар, ее постоянно все ищут. Я, когда еще учился, все искали. Так и не нашли тогда. А мой племянник сейчас крайний. Двойку даже хотела поставить. Ну, потом передумала. После того, как я пообещал ей сарай поджечь. Зоологичка такая же дура. Представь, а кто такой пятиконтрол? Месяц в мозги колупала, задергала пацана. Он удочку у меня уже в руках не держал. Я в школу пришел, говорю, слышь ты, царевна жаба. Хватит пацана кровь пить. Ну, все, вникла сразу. Четверку поставила ему за год. Или за три даже. На топор мой глядящий. Русачка тоже Валентина Ивановна. Ну, достала, ну, в корень. То суфик, то пупик. Откуда что берется? Я учился, их вообще не было. Ну, может, один суфик с деревню привезут на праздник. По своим ее раздербанят, мы его не видать. Ты, если путный учитель же, ты его буквы спроси. Пацан в шестом классе только. А знает уже все 18 букв. Ему еще шесть лет учиться, он и писать их научится. Ты суфик, суфик. Да не брал он твоего суфикса. Я вообще сказал, чтоб ничего чужого не брал. Если на Атасе никого. Он за суфикс кнопкой тогда хотел поставить на стул. Я отговорил, никаких кнопок. Она же женщина. Клею, намажь погуще и все. Ну, прибежала со стула на юбке приклеена. Морала как сумасшедшая. Двойку ему влепила даже. Ну, потом исправила. Лучше четверку поставить, чем ее восьмая корова домой не вернется. Правильно? По литературе училка пришла. Ваш племянник мало читает. Да он и читает, и пишет побольше тебя. Все стенки исписал. Вчера даже стих писнул. Солнце вышло из-за туч. Щука будет браться. Лишь бы пиво с дядькой нам до клева не набраться. Ну, классно. По математике тоже здорово идет. Отлично идет. Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев. Я ему пять и пять, он мне сорок восемь. Я говорю, дважды два, девятнадцать. Члевку. Будет, будет ток. Он уже сейчас больше меня ловит в рыбу. Сейчас проснется, поедем. На мотоцикле, на японском поедем. Один такой мотоцикл у нас. Завуча нашего. Ну, по математике контрольной у нас побудет. Правильно? А то достало тоже. Кобыла очка стоит. В коламе грозите. Так что ее мотоцикл в заложниках, это четверка верная. Я, наверное, аттестат ему сам сделаю. Чтоб на школу не отвлекался. Из блокнота. Да что там за медиа? У меня уже который год и права, и паспорт с календарика сделаны. Я и прилетение в деревню всю жизнь выписываю. И квитанции за свет обоплатить. Так что аттестат сделаю настоящий. Кондовин такой. Хороший аттестат. А может, и диплом сделаю. Проснулся. Здорово, племян. Ну что, на рыбалку едем? Да не надо учиться, завтра у тебя аттестат будет. Ну точно, когда я тебя обманываю. Ладно, готовься, давай, дорогой. Рыба заждалась. Поехали. Отличник ты мой. Образованный. Поехали. Игорь Моненко. Игорь Моненко. Наша рубрика «Исторические анекдоты». Немало анекдотов про нашего Александра Васильевича Суворова, который был очень остроумным человеком. Вот, например. Как-то на придворном балу возник дивный разговор с императрицей Екатериной II. Когда Великая пребывала в хорошем настроении, то оказывала гостям внимание и не без юмора вела беседу. Так, однажды, желая оказать внимание своему фельдмаршалу, она участливо спросила, чем подчивать дорогого гостя. Александр Васильевич ответил конкретно. «Благослови, царица, водкой!» Екатерина Игрива заметила. «Но что тогда скажут мои красавицы-фрейлины, которые будут с вами разговаривать и любезничать?» И тут прозвучала фраза, отдающая салютом в моей душе. «Ваше Величество, они почувствуют, что с ними говорит солдат». Сколько в этой фразе уважения и любви к русскому солдату. «Благослов могучают» «Кряфов Rainbow의 won» «Благослови, моя бизнес-фильда!» «Благослови, моя praticа!» « lives улицев ist жив 125 фраза, у вас вы�� 어디 стоит?» «Хороший ответ» «Благослови, соответственноnym общение disable.» Какой я тебе, амперметр? Я император. Я вас русским языком спрашиваю. Кидью сервиз, ажурди дан вуатер-класс. Вы компренды? Миссио император, си-ву-плее. Дома-н-пассиа, камамбер, Бордо, Каберне. Овек самогон-крус, быстро сортир. Ты сам понял, что сказал? Мон император, комси-комса, Видал Сасун, Барбингуя Кергудур, Куршавель Скарагандо. Мать твоя Бастилия. Из этой армии я завоевал всю Европу. Подайте мне стул. Стул, 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 стул. Си-рубре, pardon, си-рубре. Си-рубре. Дайте мне трубу, трубу, трубу. Капа-па-пам, папа-пам, папа-пам. Сорман! Сорман! Что ты мне дал? Я просил подвзорную трубу, чурка! А почему ничего не видно? Монимпература! Минать шило на мило! Какая разница? Где Москва? Куда нам идти? Монимпература! Может быть, у кого-нибудь спросим? О, и заодно узнаем, где можно отобедать! Фи! Бажолет! Шато! Жюльен! Фуа-гра! Вы знаете ли, очень хочется... Жрать! У меня же и горячие чебуреки Пахлава медовая У меня же и горячие чебуреки Пахлава медовая Сметка, сметка, берём свежего Креветки Кто возьмёт креветок в пачку, тот получит Водокачку Откуда знаешь? Кино смотрел О, мадмазин бабушка Селеви Не подскажете ли нам Где Москва? Москва, Москва Девочка, Москва, столица Где Москва? На кой вам Москва? Лимита французская Ой, вот кого не встречу, товарищи Все в Москву рвутся Ой, у меня подруга есть, у ней племянница Тоже поехал в Москву завоёвывать Работу строил с языком Правда, работа ночная на улице Но вырабатывают прилично Прямо, нормально Нормально, не жалко Нормально Не знаю, сколько там Сейчас, в чём, долларов Не знаю Послушай, бабушка Ты нам скажешь, где Москва? Джи-Пи-Эр-Эс Навигатор хороший возьмёшь Он тебя в Москву выведет Хороший, надёжный Проверенный временем Понимаешь, мой прадед В Москву поляков водил Как твоя фамилия, бабушка? Сусанины мы Мои солдаты Мне пришла эсэмэска Русские нам забили стрелку А какое-то село Бородино Значит так Все мы держим курс Бородино Там битва будет нелегка Там ждут нас русские войска Но мы побьём их всё равно На Бородино ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Здорово, Орлы! Здорово, желаю, товарищ мальшал! Светлана Еленовича, что у вас с глазом? Шел, упал, потерял сознание, очнулся, глаз. Паручий Крышевский. Я. Какие новости? Вчера трогал грудь Наташи из Ростова. Скажу вам с глазу на глаз. Я вас спрашиваю про Наполеона. Наполеона пока не трогал. Отставить. Багратюнчан. Да, дорогой. Случилось, господин грудь маршал? Где батарея Раевского? В котельной. Принесёшь сюда и поставишь на левый фланг. Будет сделано. Даже глазом моргнуть не вы стоите. Дай трубу. Вам какой есть? Нокия, Моторола есть, блюду с русскоязычным меню, полифамия? Мне подзорную. И стул. Есть. Вот, пожалуйста, фельдмаршал Джанн. Я не понял, мы что, будем наступать ночью? Михаил Илларионович. Ух, как я хочу хлопнуть Наполеона. Хлопните, хлопните, Михаил Илларионович. Вот, пожалуйста, настоящий французский Наполеон. Армянского разлива. Позвольте, ваше сиятельство, налью вам на глазок. Что? Что? Как же я ненавижу этот Наполеон. Так бы сожрал его с потрохами. Вот, пожалуйста, свеженький Наполеон. Учите на здоровье. Свежься, Михаил Иларионович. Мы вчера по два килограмма сожрали ни в одном глазу. Ох уж мне этот Наполеон. Выскочка. Коньяк его именем. Пирожное его именем. А моим именем хоть что-нибудь назовут. Так точно. Кутузовский проспект в центре Москвы. Ну, правда, там памятник мой будет. Ну, что ж, господа, нас мало, но мы должны выстоять в этой битве. Ты кто такой? Меня зовут юнцем безусым. Хоть это право, это право и смешно. Но бью по морде я французов. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Меня все полюбили сразу. И только Ржевский говорит, что я прям, но... Вы подходили ко мне два раза. Давным-давно. 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 Скажи, как звать тебя, Корнет? Азаров Шура. Который год тебе? Семнадцать. Тише, дура. Еще один вопрос. Корнет, короче, вы... Женщина? Врать не имею, мочевая, ваша светлость. Баба я. Проверить не хотите? Еще чего? Ну, хоть одним глазком взгляните. Я хоть и женщина, но я готова в бой. За родину, отчизну. Домой! К мадамам, нянькам, куклам, танцам. Чтоб духу не было. Разрешите мне остаться. Я в бой хочу. Еще хотя бы раз. Иди! Не попадайся мне на глаз. Перечить вам не смею. За родину я грудью встану. И хоть груди я не имею, то лягу я к костюме на Бонапарта. И доведу его я до инфаркта. А коль решил завоевать он всю Европу, возьму ремень и отобью ему всю... Хватит! Браво, Шура, Маяш Холланд. Слышь, Михаил Илларионович, сгодится нам этот фраерок, а? А, черт с тобой, оставайся. Спасибо, благородие ваше. А девкой был бы краше. Ну что ж. Господа, отстаем столицу. Так точно. Отступать некуда. Позади черкизовский рынок. Я хотел сказать, позади Москва. Как говорил мой друг Суворов, баба, дура, мужик, молодец. А, нет, это я говорил. А Суворов говорил, пуля, дура, штык, молодец. Так что французам пули, бабам штыки. Смотри, не перепутай, кутузов. Вы что-то сказали, поручик? Никак нет. Господа, сюда идут французы. Бонжур, мюзиэ кутузов. АПЛОДИСМЕНТЫ Живу зампри, месье кутузов. Валентино, Пьер Карден, Коко, Шанель, Гринобль. Чего бы? Слышь, чё, ты давай Гринобль отсюда, а то я тебе коко на Шанель натяну. Поручик, поручик, позвольте я сам. Слышь, ты, Рататуй! Круассант тебе в Пежо! Пасть порву, моргал выклю! Всю жизнь на аптеках работать будешь! Сардель, сосиски! Крельки, сосиски, гринь! Сардельки берем, сосиски, гринь! Куры гринь дома шли, а то же гранаты, лимонки, томаты Калашникова, спутниковая система наведения. Русским бесплатно, французам не продаю. Лично для вас, Михалончик, могу подогнать Катюшу. Катюша, выходи! Катюша! 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 Рекомендую, Катюша! В арсенале две силиконовых боеголовки замедленного действия и другие игрушки за один раз до десяти французов укладывать. Простите, пожалуйста, я снова вынужден вас прервать. Я не понимаю, что вы такое несете. Где историческая правда? Причем здесь какая-то ваша Катюша со своими историческими какими-то силиконовыми штучками. Я не понимаю, что это такое? Ты что, нашим не хочешь помочь? Нет, я очень хочу помочь нашим, но это же все какая-то неправда. Катюша, займись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А чё делать-то? А я не могу. Ходи, моя хорошая, ходи, ходи. Ходи, что, ходи. А-а-а! А что ж, месье Кутузов, можем начинать. Начнём, пожалуй. Господа, прошу занять позиции. Нет, во-первых, заряжай. Моя фирменная. 48 градусов. За победу! За нашу победу! Первый залп. Откат нормальный. Закуска, закуска. А русские после первой не закусывают. Во-вторых, заряжай. За, кастро. На приём мы с тобой, За тебя пойдём мы в бой. Оп-да-два, побеждать пора. На приём, на приём. Три, четыре. Наш Кутузов молодец. Будет полный вольт копец. О-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о-ле-о. Кутузов чемпион. Ну что ж, приготовить тяжёлую артиллерию. Бери, чуть-чуть, чуть-чуть. Не-не, фраерок, по полной. Я за рулём. А чё тут пить-то, чё пить? Вот это допьём и по-добам. Слышь, ты, злобак. Ты чё вообще сюда припёрся, к нам, в Россию? У нас, у французов есть древняя традиция. Каждый 1812 год мы с друзьями ходим в Россию. Куда тащить-то? Ах, в Париж, в Париж. Леде, ташкет. Ташкет, ташкет. Ты ещё кто такая? Я зимушка-зима. Ты чё, сдурелась, что ли? Это мороз ударил. А он у нас крепкий. Валите, ребят, отсюда. Пока дубина не поднялась. Какая ещё дубина? Народного гнева. Сваливаем, ребята, сваливаем. Сваливаем. Вышел как-то погулять, кислородом подышать. У дома две подружки. Подружки-хохотушки. Очень любят хохотать. Как же бабушек унять? Сколько могут хохотать? Решил палец показать. Показал, о чудеса. Хохотали два часа. Вот так старушки продлевают себе жизнь. Чего и вам желаю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!